Reddit истории из серии «Женщина. Я здесь не работаю». Я не медсестра против вонючего психа из автобуса. Брат-защитник против безумного Макса. Глухой Джонни и неожиданная развязка. Хочешь больше подобных историй вне расписания, тогда набираем 5000 лайков. Я не медсестра против вонючего психа из автобуса. Я изучала курс массажа. Моей формой для занятий был светло-голубой халат с логотипом школы на груди. Очень похожий на одежду, которую носят большинство врачей и медсестер. В середине семестра я села в автобус, чтобы поехать домой. О чем впоследствии сильно пожалела. Обычно я не обращаю ни на кого внимания, когда еду в транспорте, слушая музыку из телефона и не смотрю по сторонам. Но один тип вел себя странно. Он передвигался по салону, словно не мог определиться, какое сидение занять. Свободных мест было много, но парень остановился рядом со мной. Я мгновенно ощутила острый вонючий запах, исходящий от незнакомца. Сразу подумала, что купание не является приоритетным занятием парня. Бог мой, эта вонь становилась невыносимой. Я пересела на другое место и включила погромче музыку. Этот придурок сел рядом со мной и заблокировал меня возле окна так, что я оказалась в западне. Деваться некуда, я включила музыку еще громче и отвернулась почти не дыша. Парень пытался что-то сказать мне, но музыка глушила его слова, поэтому он громко крикнул мне в ухо. «Эй, посмотри на меня!» Изо всех сил стараюсь игнорировать запахи звуки, исходящие от рядом сидящего чувака. Но он продолжает приставать ко мне. Парень замечает, что я не обращаю на него внимания, сильно хлопает меня по плечу. Я достала свой проездной билет и показала его парню, заподозрив, что настырный контролер просто выполняет свою работу. И тут началось самое интересное. Вонючка говорит. «Ты доктор и игнорируешь пациента, а значит нарушаешь закон. Ленивая задница!» «Я не доктор и ничего не нарушаю!» «Не говори ерунду, на тебе форма врача!» «Повторяю, я не врач, на мне школьная форма!» «Хорошо, значит ты медсестра!» «Нет, я не врач и не медсестра!» «Я просто ученица в форме, которая едет домой!» «Оставьте меня в покое!» «Ты должна посмотреть мои болячки!» «Я знаю, что ты доктор!» «Ты не смеешь игнорировать пациентов!» «Нет, нет и нет!» В этот момент парень поднимает свою рубашку, чтобы показать мне огромные жировые складки, заполненные язвами. Отвратительный запах стал удушливым. Печенье, съеденное мною перед поездкой, рвалось наружу. Пацан, как ни в чем не бывало, спросил, «Что со мной не так?» «Эти места болят и постоянно зудят!» «Понимаю, что нужно позачувствовать больному!» «Выжимаю из себя!» «Вы должны показаться специалисту!» «Вам обязательно помогут!» «Но ты ведь доктор!» «Я знаю это точно!» «Я могу пожаловаться твоему боссу на твое жестокое обращение с пациентом!» «Давай жалуйся!» «Этот автобус похож на клинику?» «У вас была назначена встреча с врачом?» «Нет!» «А теперь немедленно убирайся от меня подальше, черт возьми!» «Не будь гадюкой! Это твоя работа! Смирись с этим!» В моей голове созрел, наконец, план спасения. Я стремительно поднялась и прямо по спинкам сидений перескочила вперед, спасаясь бегством от вонючего пассажира. Водитель автобуса заметил мои прыжки по сидениям и спросил, не хочу ли я выйти пораньше, не доезжая до своей остановки. Я согласилась и встала у двери автобуса. Боковым зрением увидела, как навязчивый парень приподнялся с места и бормотал, что должен посмотреть, куда направляется вредная докторша. Я от всей души благодарила водителя, который оказал мне хорошую услугу в тот момент. Когда я выходила из автобуса, услышала, как водитель сказал неприятному типу. «Если ты попытаешься выйти из автобуса следом за этой девушкой, я немедленно вызову полицию. Она не врач и не медсестра. Быстро верни свой толстый зад на сиденье и перестань приставать к незнакомым людям. Да еще, дома обязательно прими душ, иначе в следующий раз в автобус не зайдешь». Я посмотрела вслед отъезжающему автобусу и направилась к дому. Никогда раньше не была так довольно долгой прогулкой на свежем воздухе, как после общения с вонючим психом из автобуса. Брат-защитник против безумного Макса. Мы с сестрой зашли в магазин, ей нужно было купить принадлежности для рисования. Пока я делал свои покупки, сестра отошла от меня и направилась в другой отдел посмотреть на интересующие ее товары. Через 10 минут я покатил свою тележку к кассе и начал вертеть головой по сторонам, чтобы позвать с собой сестру. Услышал громкие крики. Какой-то парень возмущался плохим обслуживанием и грозил всех уволить. Подобные случаи упоминались на этом сайте. Выражения точно копировались, поэтому не считаю нужным их здесь приводить. Парень выглядел агрессивным, употреблял много ненормативной лексики. Я старался не обращать внимания на скандал, хотя обычно не прохожу равнодушно мимо и всегда готов встать на защиту пострадавших. Может в другой раз я вступился бы за несчастного сотрудника магазина, но сегодня чувствовал себя уставшим и не хотел иметь с этим дело. Но когда я проходил мимо отдела, где разгорелся скандал, то с ужасом осознал, что ругают не какого-то работника, а мою сестру. Этот чувак, одетый в нелепый деловой костюм, выглядел как безумный Макс. Он держал мою сестру за руку и выкрикивал ругательство прямо ей в лицо. Девочка выглядела крайне испуганной, в глазах стояли слезы. Я мгновенно включил режим «брат-защитник». Пробежал рывком метры, разделяющие нас, и оттолкнул парня от моей сестры. Закричал, чтобы он не смел прикасаться к ней и встал в боевую стойку. Когда я неожиданно появился перед скандалистом и толкнул его, парень сначала оторопел, потом снова стал агрессивным и возмутился. Что за фигня? Ты кто такой, черт возьми? После этих слов болван бросился на меня. Я по комплекции намного тяжелее и ростом выше, поэтому легко смог обездвижить парня. Он пытался вырваться, орал благим матом. Суматоха привлекла внимание сотрудника магазина. Он позвал менеджера и охранника. Я рассказал им, что здесь случилось. Парень перестал дергаться и немного успокоился. Я позволил ему подняться с пола. Он снова раскрыл свой поганый рот и стал угрожать всем присутствующим наказаниям. Но уже не рискнул применять физическую силу. Менеджер позвонил в полицию и попросил прислать патруль. Моя сестра рассказала, как начался конфликт. Девушка была в отделе электроники и заметила, как с полки упали наушники. Она подобрала их и положила обратно. Поскольку одета моя сестра была строго, темная юбка и белая блузка, этот тип принял ее за сотрудницу магазина. Он стоял возле нее несколько минут, ожидая, пока девушка обратит на него внимание. Моя сестра отошла от парня. Она не догадывалась, что ему что-то нужно от нее. Это сильно разозлило покупателя. Он схватил девушку за плечо и начал орать о ее плохих профессиональных навыках. Моя сестра, от природы очень застенчивый человек, настолько растерялась, что не могла объяснить этому существу, что она не работает здесь. Такое поведение еще больше взбесило парня. Он потерял контроль над собой и поднял руку. К счастью, он был не очень сильным, больше похож на пощечину. Как будто вы хотите кого-то разбудить. В следующий момент появился брат девушки, то есть я. Дальше вам известно. Приехали полицейские и надели на психонаручники. Он удивился, почему забирают в полицию его, а не меня. Что вы делаете, черт возьми? Почему вы его не арестовали? Это он напал на меня. Парень не мог понять, в чем его обвиняют. Напасть на девочку такое поведение было недопустимо. Хулигану было предъявлено обвинение в нападении. Я думаю, ему назначат испытательный срок. Пару сотен часов общественных работ и обязательный курс лечения у психотерапевта. Но мне было плевать на дальнейшую судьбу этого пацана. Глухой Джонни и неожиданная развязка. Было 9 часов вечера. Я только присел на диван с чашкой чая, чтобы расслабиться после часовой борьбы с моим 6-летним малышом в попытках уложить его спать. Внезапно услышал сильный грохот, доносящийся со двора. Шум был таким сильным, словно мир перевернулся в результате апокалипсиса. Я вскочил с дивана и подбежал к окну, чтобы взглянуть в темноту нашей обычной тихой и спокойной угловой улицы. Увидел через дорогу своего соседа Джонни. Он тянул длинные 12-футовые металлические балки по тротуару. Загружал их в большой катрейлер, толкая под нищу кузова и создавая страшный скрежет металла о металл. Шум стоял невыносимый. Я наблюдал эту картину несколько секунд. Во мне волной поднимался гнев. Пришел в бешенство, когда увидел еще целую гору таких балок, приготовленных для погрузки. Понял, что это безобразие быстро не закончится. Ко всем неприятностям добавилось то, что проснулся мой сын, с таким трудом уложенный в постель, и подбежал ко мне. Я взял лист бумаги и начал писать крупными печатными буквами гневное послание Джонни. Мой сосед полностью глухой, поэтому я писал записку. Он жил в этом доме один, недавно ему исполнилось 50. Мать Джонни умерла почти 10 лет назад. Понимаю, что сам он не очень хорошо справлялся по хозяйству. Дом был старый, пришел в упадок, во дворе накопилось много ненужного хлама и металлолома. Откуда у соседа было столько железных балок, никто не знал. Но их было так много, что они подпирали стену дома, валялись во дворе, и несколько балок просто лежало на уличном тротуаре. Я догадывался, что соседи ругали Джонни за беспорядок, ведь многие сходят с ума, видя такой бардак. Лично мне было все равно. Я чувствовал себя менее виноватым, потому что сам не подстригал свой газон так часто, как следовало бы. Кроме того, сам Джонни меня никогда не беспокоил. Но сейчас он привел меня в бешенство. Услышал еще один удар железной балки, и в голове моей одна за одной начали появляться картины расправы над нарушителем тишины. Ярость захлестнула меня с головы до ног. Беру записку, надеваю тапочки и мчусь в пижаме прямиком к Джонни. Я высокий, крепко сложенный, довольно спортивный на вид мужчина. Сосед-коротышка выглядит как Дэнни Девита. Мой грозный вид слегка напрягает Джонни. Он смотрит на меня с видимым беспокойством на лице. Все еще держит в руках один конец металлической балки. Видно, как он устал. Пот стекает по его щекам. Я собираюсь ругать его. Смотрю вниз на этого маленького волосатого глухого хоббита, стоящего передо мной. Оглянулся назад на свой дом. Увидел сына, наблюдающего за нами через шторку. Потом посмотрел на записку с сердитыми словами, зажатую в руке. Мой гнев испарился. На смену ему пришло другое чувство. Мне стало стыдно. Я вдруг осознал, что Джонни глухой с рождения. Возможно, он даже не представлял, какой шум создает своей работой. С каждой секундой совесть мучила меня все больше. Стыд нарастал. Я спрятал записку в карман, прежде чем сосед ее увидел. Указал себе на грудь. Затем руками сделал жесты, как при тяжелой атлетике. Лицо Джонни засияло. Он взволнованно кивнул мне. Я подошел ближе и ухватил за один конец балки. Сосед взялся за другой. Стал помогать ему. Мы вместе таскали в трейлер эти 90-фунтовые металлические балки. Через 20 минут мы загрузили последнюю. Я тяжело дышал от усталости. Джонни пожал мне руку и поблагодарил меня. Как мог. Так как слова были неразборчивые. Это были единственные слова, которые прозвучали за все время. Я кивнул и пошел домой. Когда спустя несколько минут я вышел из ванной комнаты, где смывал пот и грязь после погрузки балок, ко мне подбежал мой сын. Он выглядел таким расстроенным, как разочарованная толпа, не увидевшая обещанное зрелище. Малыш спросил меня. Почему ты не отругал его, папа? Ты должен был наказать нехорошего дядю за то, что он разбудил меня. Он болван. Это самое сильное слово в словарном запасе моего сына. Я усадил мальчика на диван рядом с собой и обнял. Мне хотелось прижать его к себе и уберечь от всех бед. Начал рассказывать сыну о разных вариантах, которые можно применить в такой ситуации. О соседях, о помощи и доброте. Сегодня я проезжал мимо Джонни. Сосед помахал мне рукой и указал пальцем на бицепс, словно говоря. Эй, разве у нас были не металлические мышцы, когда мы вдвоем таскали балки на улице? Я улыбнулся и махнул рукой в ответ. Конечно, история не с нашей рубрики, но я не мог ее не выложить. Реально классная. Еще больше подобных историй ты можешь услышать по ссылкам в описании или на экране.